Здравствуйте! Меня зовут Солодовников Сергей Викторович. Я ведущий специалист по эксплуатации оборудования. Сейчас я вам хочу рассказать о проверке токовых защит, в частности, RT40-10, управляя RITOM-21 с помощью компьютера. Для этого мне нужно всего лишь соединить компьютер с прибором и запустить программу. Включаем RITOM-21, выбираем автоматическую проверку реле тока, устанавливаем соединение с прибором. Появляется схема подключения, в частности, источником вторым, который может выдавать ток до 10 ампер. У нас уставка где-то в районе 3-4 ампер, поэтому мне достаточно этого канала. В случае, если бы у меня уставка была гораздо больше, я бы уже работал с другим источником, в частности, который источник 3, который может уже до 50 ампер, до 200 ампер. Мы выбираем нахождение тока срабатывания, времени срабатывания, времени возврата и так далее. И выбираем источник второй. Ищем ток срабатывания. Для этого мне нужно хотя бы дать точку отсчета, выбрать проверки и уставки забить, которые меня интересуют, которые я ожидаю увидеть. Для этого есть окошечко уставки, где я выбираю те величины, которые я хочу проверить. То есть ток срабатывания, ток возврата, время срабатывания и время возврата. В левом верхнем углу есть окошечко проверки, что я хочу вообще проверять в данном реле. Дальше есть условия проверки, которые тоже, в принципе, я могу задавать сам. Но по умолчанию, как правило, для таких вот распространенных защит, условия уже по умолчанию в программе пробиты. Поэтому мне достаточно просто выбрать количество каких-то проверок общих, для того, чтобы результаты были выведены в среднюю величину. Как правило, делают нечетное количество проверок, поэтому мы здесь и попробуем проверить реле три раза. Достаточно нажать уже кнопку пуска. В этом случае программа сама все проверит и выведет мне средние результаты. Поскольку времена у таких защит, это быстродействующие защиты, времена достаточно маленькие, поэтому, как правило, все проверки протекают достаточно быстро. Даже вот три раза я проверяю, занимает это не больше 15-20 секунд. Реальные токи, срабатывание возвратов коэффициенты. Все у нас сразу подсчитано. То есть я совершенно спокойно могу распечатать, у меня есть протокол, сохранить в нужном мне формате. Построение времени тока характеристики. Это проверка зависимой характеристики. Реле зависимой характеристики. Другими словами, поскольку это касается в основном электромеханических реле, в частности РТ-40, поскольку у них есть интересная зависимость времени срабатывания от подаваемого на нее тока. Все то же самое. Единственное, что мы выбираем теперь тип реле с зависимой характеристикой. И с таким же источником. Для того, чтобы можно было грамотно начертить характеристику, значит, нужно, по большому счету, достаточно большое количество точек на графике. Точка определяется как раз шагом по току. В данном случае у нас есть диапазон от 3 ампер, то есть от уставки, на которой начинает только работать защита, до 10 ампер. Шаг по увеличению или по снижению тока должен быть таким, то есть 7 ампер поделить на то количество точек, которые мне нужны. В частности, если я хочу, допустим, 20 точек нависовать, в этом случае я должен эти 7 ампер разделить на 20 и получить в районе 350 миллиампер. И вот для этого как раз я и ставлю 0,35 ампера, то есть 350 миллиампер. И диапазон у меня поиска с 3 ампер до 10 ампер. Времена там должны быть, естественно, больше, чем реальное время срабатываем, для того, чтобы контакт можно было зафиксировать. Нажимаем кнопку плюс. Он начинает рисовать вот такую характеристику. Мы рассмотрели, как проверить токовую защиту с помощью RITOM21 в автоматическом режиме. Чтобы произвести проверку реле RT40 в ручном режиме без компьютера, достаточно выбрать источник 3. Для того, чтобы можно было более точно с мелкими шагами изменять этот ток, здесь есть балластное сопротивление, которое встроено. Выбрав в меню источник 3, если мы поставим 0 Ом, будет большой шаг. В данном случае у нас уставка 3 ампера и нам шажочек нужен меньше. Поэтому мы нагрузочку ставим больше, включаем источник 3 и начинаем потихоньку изменять ток. Как только срабатывает контакт А2, 3 ампера у нас ток срабатывания. Мы немножко дожимаем и начинаем ток снижать потихонечку. Как только контакт отпадает, 2,2 ампера ток возврата. Как ищется время срабатывания и время возврата? Выставляем ток, как правило, 1,3 крата от уставки. В данном случае у нас 3 ампера срабатывания. Мы выставляем на 30% больше, в районе 4 ампер получается. Выключаем. Выставили ток. Нужно в меню выставить параметры секундомера. Заходим в меню. Выбираем секундомер. Стандартный. И определяем, по какому воздействию будет производиться старт. От какого угодно источника. Но в данном случае у нас источник 3. Мы выбираем 3 источник. И останов. То есть замер времени по какой величине. В данном случае по второму контакту. По замыканию или размыканию этого контакта. Также выделяем его в меню. Теперь переключателем пуск. Подать выставленный нами ток до этого. В этом случае мы замерим время срабатывания. В данном случае у нас получилось 38 миллисекунд. Для того чтобы замерить время возврата. Нам достаточно снять эти показания. Ток у нас уже есть. Просто его выключить. В этом случае 16 миллисекунд. Время возврата. Ну вот на этом. Собственно говоря. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за внимание.